Окей, что насчёт рассказать об моей любимой игре под названием The End's Night. Классическая олдскульная игра платформер, и она моя любимая сегиигр, да. Это тут классическое управление, ты можешь прыгать и ходить влево-вправо, ну и в классике жанра остерегайся шипов. Эм, что? Вот дерьмо. Оу, нет, нет! Не-не-не-не-не-не-не-нет, вот дерьмо, вот дерьмо! Кажется, она поломалась, надо, надо досать картишку. Оу, нет, она всё равно не работает, чёрт, чёрт, что мне теперь делать? Вот как-то так начинается игра The End's Night, довольно хардкорной платформе, вышедшей в 2017 году. И, кстати, это игра от создателей The Binding of Isaac, поэтому по стилистике она немного напоминает её. В данной игре мы играем за существо под именем Ash, и по информации из предыстории, которая идёт после его стрима, это ещё, который я вначале озвучил, нам говорят, что он пережил постапокалипсис, и ему очень скучно. Так что он хочет забрать из разных частей себе друга, с которым он сможет провести время. Мы начинаем путешествие в комнате Эша, где есть его приставка, в которую можно поиграть, если найдём специальные картриджи на локации. В комнатах мира мы можем собирать чёрные сгустки, пройдя более сложный маршрут. А также мы можем найти секретные комнаты, где можно найти мега-сгустки, которые добавят плюс 5 к счётчику сгустков в правом верхнем углу. Теперь я немножко расскажу про способности Эша. В комнатах он может цепляться за мелкие крючки, прыгать на пружинках, а также прыгать по разным существам, и так далее. Теперь я немного расскажу про сюжетный варшрут. Когда мы начинаем игру, мы должны дойти до локации The Split, которая разделяется на 3 пути. И все эти пути нам пригодятся в прохождении. Сначала мы рассматриваем нижний путь. В нижнем пути находится локация The Hollow, которая напоминает пещеры. Пройдя её, мы переходим в локацию Голтоха, пройдя которой мы находим тело будущего товарища. После этого можно спокойно идти наверх. Придя наверх, мы попадаем в локу Wall of Sorrow. Лока похожа на огромную стенку или скалу. И после неё мы попадаем на локацию SS Exodus. По факту это огромный дирижабль, в котором мы находим голову товарища. И остаётся третий ход, где пройдя две локации, мы находим сердце будущего товарища. Которое потом окажется небольшим сюрпризом, но об этом попозже. Дальше мы должны вернуться в самое начало, и на специальный крючок повесить все части друга. А потом начинается катсцена, где Эш очень обрадовался своему другу, и начал с ним, ну проще говоря, тусить. И после знатного Бухича, Эш просыпается и видит, что мир как бы, ну, поменялся. Он стал красных тонов, а сложность локации увеличилась в два раза. После прохождения более сложных локаций, мы приходим в локацию Руины. И пройдя её до конца, Эш встречает огромный белый шар с нашим другом. И данный шар увеличивается и увеличивается. А знаете почему? А потому что это сердце оказалось бомбой, и она начала активироваться. Поэтому Эш начинает убегать в самое начало локации, и нам даётся 5 минут буквально, чтобы успеть убежать. А когда мы прибегаем в начало, то мы прыгаем в эту жижу или что-то типа такого. И оказываемся в самом начале игры. И в это время бомба взрывается, а Эш просто смотрит на взрыв и улыбается. Конец. Это была первая концовка под названием «Принятие». Есть и вторая концовка. Для этого нам надо собрать 450 сгустков. И после этого просто прыгнуть в этот огромный шар. И в этом шаре мы должны пройти довольно сложную локацию. И тогда мы сможем пройти игру на концовку «Никогда больше». В этой концовке мы видим Эша, заточённую в каком-то странном шаре, по которому ходит вроде как его друг. Надеюсь, это видео наберёт хоть больше 50 просмотров после Катерликвид. Очень сомневаюсь.